Добрый день. Это третья часть тестирования медиаплееров в Dolby Vision. Напомню, тесты я делаю в режиме вывода LLDV на EDID от Sony A1, но цветом от LG CX и пиковой яркостью 774 нита. С учетом, что Dolby Vision стандартизирован, то все плееры делают вывод в режиме 4.2.12 бит. При этом, кто смотрел часть 3.1, тот знает, что плееры делают более сложный алгоритм интерполяции цвета, который отличается от алгоритма, который эти плееры используют в HDR и SDR. Первый тест DVTable 10000 нит. Это знакомый нам по HDR шаблон, но уже в формате Dolby Vision. С нового диска Spears & Moonsil 23. Спасибо им за это. Этот шаблон дает информацию о теоретических возможностях плееров. В шаблоне записан очень большой диапазон яркости и цветности. От 0.0001 до 10.000 нит. При этом нет L2 Trim параметров для оптимизации под разные яркости. Да и яркость указана в слишком большом диапазоне. MDL тоже указан странный. Такого монитора как бы не существует. На обычных фильмах с Ultra HD дисков таких параметров вы никогда не увидите. Поэтому все же этот шаблон скорее теоретический. Но все же в нем есть интересная для нас информация. Вот как это выглядит в исходнике в HDR слое. Max CLL равен 10.000 нит. А плееру нужно постараться сжать и вместить этот диапазон в 770 нит. Согласитесь, задача непростая. Что мы из него можем узнать? Первое. Все плееры можно разделить на группы по принципу обработки и типу сжатия яркости и цвета. Первая группа, куда входит Fire TV Stick 4K, Oppo UDP 203, Homeatix Box R4K и Dune Real Vision 4K, а также UGUS AM8 и Shield TV. Вторая группа это устройство от Amazon с поддержкой CM4.0, Fire TV Max и Fire TV Cube третьего поколения. Отдельно стоит Apple TV 2022 года. Первая группа между собой фактически отличается только разным методом интерполяции цвета. А по яркости и обработке цвета они близки. При этом UGUS AM8 на 100% и детищен Homeatix Box R4K, поэтому в дальнейшем нет смысла тестировать AM8. Он ничем не будет отличаться от возможности Homeatix Box при работе с Dolby Vision. Что интересно, Fire TV Cube, также работающий на AM Logic, показывает другой принцип обработки Dolby Vision. И умеет поддерживать CM4.0. Согласитесь, это интересно. Amazon смогла добавить обработку CM4.0 для AM Logic и для Mediatek, а остальные не смогли. Что могу еще добавить по первой грубе плееров? Они портят цвета на кругах с высокой яркостью. Вот здесь хорошо видно, что плавный градиент меняется на два разных по яркости красных цвета. С точки зрения принципа и качества интерполяции, смотрите на диагональные линии. Чем они ровнее и красивее, тем более качественные алгоритмы используются. OPPO показывает наихудший результат. По горизонтали он использует ближайший сосед, что создает видимые полосы на кругах цветовых. Хотя они хорошо видны только на 200%. Fire TV Stick 4K и Dune Real Vision очень близки по алгоритму. Поэтому и показывает одинаковые результаты, а лучше чем OPPO. Далее еще более качественно вывели Homematic Box и Shield TV. Хотя у Shield TV результат странный. По идее он умеет CM4.0, но действует он здесь как CM2.9 плеер. К тому же у него есть дефект на синем градиенте, как вы помните из-за спутанной работы HDR и Dolby Vision. Fire TV Max и Fire TV Cube. Так же как и Homematic и Shield TV выдали самые качественные диагональные линии. Но при этом Fire TV Max и Cube еще и более правильные красные круги выдали. Но давайте посмотрим на другие детали. Первое, что бросается в глаза, это яркость. Смотрите на серый градиент слева. Если все, кроме двух этих Amazon устройств показали диапазон от 0 до 92 нит, верно, без сжатия, то Fire TV Max и Cube сжали этот диапазон до 50 нит. Остальные оставили этот градиент как и положено и как есть в HDR версии. При этом справа градиент диапазона яркости от 92 до 10 тысяч нит. Так же выглядит по-разному. Далее видно, как по-разному делались сжатия яркости устройства. Самый плавный градиент в итоге получился, на мой взгляд, у Oppo. Если сравним, то вот это Oppo. Видите, как плавно выглядит график. Немного хуже выглядит градиент у Fire TV Stick 4K, Hamatic Box, Dune Real Vision, Fire TV Max и Cube. А вот Shield TV выдал немного худший по качеству градиент. Хотя диапазон яркости он сохранил. И градиент слева у него от 0 до 92 нит. С цветовыми градиентами ситуация странная. Каждая из групп по-своему его испортила при сжатии. Но Max и Cube более существенно искратили цвета в вертикальных градиентах. Цвета очень резко нарастают и пропадают в градиентах. А справа, например, Max и Cube на переходе красного в голубой вообще убрали все цвета, кроме красного канала. Хотя даже в HDR версии присутствует смесь всех трех каналов. А теперь я покажу Apple TV 2022 с Infuse. Вот его изображение, а вот график. Как видим, он отличается сильно. Хотя все же ближе к первой группе плееров по цветам. Во-первых, он изменил цвет окружности. Вместо красоты она стала зеленой по центральной части. Так же, как и цвета интерполяции. Туда добавился зеленый цвет. Если посмотреть при 200%, видно, что как и Oppo, он использует ближайший сосед. Но похоже, что ближайший сосед использован и для горизонтальной, и вертикальной интерполяции. Кто смотрел тест в HDR, там Apple TV вел себя так же. По обеим плоскостям ближайший сосед использовался. Но если все остальные плееры для Dolby Vision используют более качественные алгоритмы, то Apple, похоже, не менял его. Красный градиент по центру, вместо того, чтобы быть ярким, наоборот, опустился и стал черным. Я уже говорил, это синтетический тест. Вы вряд ли когда увидите обычный фильм с такими странными диапазонами яркости, градиентами и цветами. Поэтому пока не следует делать какие-то выводы. Далее тест L2 Trim 881 нит. Вот его характеристики. Фактически этот тест близок по параметрам к обычному видео в Dolby Vision с MDL 1000 нит. Сначала просто L1 без L2 Trim. Можно сказать, что все отработали достаточно хорошо. Опас сжал яркость вверху диапазона немного сильнее. Если все остановились на почти пиковой яркости, указанной в EDID, 730 нит, то OPPO немного ниже, на 670 нитах. При этом, как и в предыдущих шаблонах, опять есть несколько групп плееров, показывающих одинаково. Fire TV Stick 4K, Comatic Box и Dune Real Vision выдали почти идентичные изображения и графики. Очень похож на них по яркости Shield TV. Его отличает только проблема с красным каналом цвета. А Fire TV Max и Cube можно включить во вторую группу. Они выдали немного меньше и общую яркость, но пик у них на уровне 760 нит. Apple TV где-то посередине. Пик у него, как у первой группы, на уровне 730 нит, а общая яркость ниже. Для солнца и его лучей он оставил больший запас. Далее L1 плюс Trim Slop 1400. Все изображение сместилось вниз по яркости. И пиковая яркость теперь около 430 нит у всех, кроме OPPO, который понизил пик до 400 нит. Ситуация не поменялась. Все одинаково отреагировали на этот параметр. Далее еще один параметр, посмотрим для этого теста файла. L1 плюс Trim Slop 2700, когда L2 пытается наоборот приподнять яркость. Здесь ситуация уже немного другая. Лучше других выступили Fire TV Max и Cube. Кстати, опять обращать внимание, что плееры на разных процессорах Mediatek и Amlogic, но используя одинаковую систему обработки Dolby Vision, выдают настолько одинаковое изображение. Если сравнить, то даже на графике почти не видна между ними разница. Они ровно обрезали яркость изображения на пике яркости TV. При этом, если сравним с другими, то посмотрите на график кривых внизу по центру. Видите, синий и красный канал сблизились с зеленым. Если сравнить, например, с Fire TV 4K Max. Если сравнить с Fire TV 4K. В итоге, это нам дает близкий к белому цвет. То есть, не будет происходить окрашивание в неверные цвета из-за сжатия цвета. Немного по-другому сделал OPPO. Он не превысил пик яркости, но так же, как и Max и Cube, сместил красный канал немного вниз. За счет этого, его пиковые яркости стали ближе к белому. Но синий канал он меньше сжал. В Fire TV 4K, Homeatics и Dune оставили соотношение цветовых каналов, как и было на оригинале. Shield TV, как обычно, сделал все изображение более красным. Тут хорошо видно, что Shield TV опустил яркость синего и приподнял красный канал. Хотя тут и насыщенных цветных объектов-то нет. Но проблема Red Push проявляется даже здесь. Странным образом выступил Apple TV. Он просто взял и, как указано в Trim, приподнял яркость до 1240 нит. Хотя пиковая яркость у телевизора 770 нит. В итоге вывод такой. У Apple неверно обрабатывается Trim в сторону увеличения. Он либо не реагирует, либо просто игнорирует пиковые параметры телевизора и делает яркость выше пиковой. Хотя в фильмах, теоретически, могут быть значения L2 как для увеличения, так и уменьшения. Следующее тестовое видео. Это L2 Trim, но с пиковой яркостью 3161 нит. Здесь для неяркого телевизора приходится делать более сильный тонмампинг. Вот оригинал в HDR. Вот его характеристики. Сначала только L1. Fire TV Stick 4K, Homatix Box, Dune выдают среднюю яркость около 350 нит. Максимум 690 нит. Oppo выдают при той же средней яркости немного меньше на пиках и дополнительно сжат низ диапазона. Max и Coop выдают более темное изображение. Средняя яркость около 200 нит, но при этом пик до 670 нит. Shield TV ведет себя, как и CM2.9 плееры, выдавая в среднем 350 нит. А вот Apple TV не похож ни на кого. Он выдал что-то среднее. Пики, как у первой группы, доходят до 690 нит, но средняя яркость около 270 нит. То выше, чем у Max и Coop, но ниже, чем у основной группы. Можно сказать, золотая середина. Шаблон L1 плюс Trim Slop 1400. Ситуация идентичная. Fire TV Stick 4K, Hamatics, Dune, Oppo и Shield TV теперь в среднем выдают 160 нит. Пик немного выше 300. Max и Coop теперь выдают среднюю яркость менее 100 нит. Пик около 300. Apple TV опять находится между двумя группами по яркости. Следующий параметр L1 плюс Trim Slop 2700. Произошел подъем яркости. При этом Fire TV Stick 4K, Hamatics Box, Dune и Shield TV сильно завысили яркость. В итоге пики яркости исчезли. При этом еще появилась проблема. Синий канал вышел за границы пиковой яркости телевизора. Oppo отработал достаточно правильно. Цветовой баланс на пиках яркости не нарушен. Но сама картинка потеряла яркие детали. Fire TV Max и Coop отработали хорошо и пики яркости остались на местах. Apple TV, как и на файле с 881 нит, не смог понять этот параметр и просто повысил яркость без тонмаппинга. Что в итоге мы смогли выяснить? Все плееры умеют реагировать на L1 правильно. А вот с L2 плеера отрабатывают по-разному. Собственно, в первой части мы уже проверяли реакцию на L2 Trim. И знаем, что все плееры не умеют использовать L2 MS Weight. И только 4 плеера умеют работать с L2 Chroma Weight. Я не показывал здесь L2 Chroma Weight. Могу сказать, что его влияние на изображение достаточно небольшое. К тому же не во всех фильмах этот параметр используется. И отсутствие его обработки у плееров с CM2.9 не принципиально. А вот поддержка CM4.0 на мой взгляд полезна. Но она есть только у 4 плееров. Shield TV, Fire TV Max, Fire TV Cube и Apple TV. Почему это полезно даже для фильмов с Ultra HD дисков, расскажу в следующей части. Теперь выводы по L2. Shield TV, хоть и имеет поддержку CM4, ввел себя в тестах как плеера CM2.9. И в этих тестах очень хорошо виден дефект Red Push. Про который я делал отдельное видео. Как я уже говорил, NVIDIA вряд ли будет исправлять этот дефект. Поэтому, к сожалению, если вам важна точность изображения цветов в Dolby Vision 7-8 профиля, то вам с Shield TV не по пути. В Fire TV Stick 4K, Hamatic Xbox, Dune Real Vision показали одинаковые результаты. Они выдают более яркое изображение, но пики более сжатые. Плюс есть проблемы с световым балансом при сжатии диапазона яркости. OPPO на их фоне смотрится лучше, у него нет цветового дисбаланса на пиках. В то же время по яркости он сравним с этими плеерами. Пики яркости будут менее выражены на фоне средней яркости. Fire TV Max и Fire TV Cube имеют заниженную среднюю яркость, но хорошо различимые пиковые яркости. Apple TV показывает некий средний результат, достаточно сбалансированный. Но к нему есть претензия. Неверная работа с L2-3 параметрами, которые дают положительное смещение, когда значение больше 2048. Но необходима дополнительная проверка на реальных фильмах, насколько это влияет на изображение. Кстати, если подумать о том, какой подход более верный, то, наверное, нужно учитывать тип телевизора. Смотрите, OLED телевизор не способен выдать пиковую яркость, если средняя яркость, так называемая APL, Average Picture Level, превышает некий уровень. Тогда сработает ABL, Auto Brightness Limiter, автоматический ограничитель яркости. Тогда яркость экрана снижается. С учетом, что здесь очень яркая картинка на весь экран, то тут APL высокий. И, вероятно, ABL обрежет пиковую яркость достаточно быстро. И в итоге можно вообще не увидеть HDR эффект на этом эпизоде. И мне кажется, подход Fire TV Max и Cube, а также Apple TV, более разумный. Потому что плееры, которые выдают более яркое изображение в режиме вывода LLDV, не учитывают возможности телевизора. Плеер знает только максимальную яркость, которую поддерживает телевизор. Поэтому фактически сигнал в LLDV, попадая в телевизор, в любом случае пройдет еще один этап тон-маппинга при таком уровне APL. Поэтому владельцам не ярких OLED-телевизоров, на мой взгляд, именно эти три плеера смогут показать более выраженный HDR эффект. А вот для LED TV с FAL подсветкой, даже имеющей 500-600 нит яркости на полный экран и пиковый под 1000 нит, как раз наоборот, будет выгоден именно плеер, который не снижает общую яркость. Особенно на фильмах, в которых не прописаны L2 Trim параметры. И главное, что не нужно забывать, режим выводов в TV LED вместо LLDV всегда будет более предпочтительным. Но есть проблема. Только три плеера OPPO, а также любые настоящие Ultra HD Blu-ray плееры, и Shield TV и Apple TV из медиаплееров умеют выводить честно в TV LED режиме. Я про это делал отдельное видео. Но пока рано делать выводы. Кто лучше, нужен тест на реальных фильмах. На этом все. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok